Добрый вечер, дорогие друзья! А слушай, это же страшно сказать, когда мы с тобой познакомились? Это в восемьдесят... В восемьдесят первом, по-моему, в декабре восемьдесят первого года. То есть я помню, что Дашка была новорождена, грудная, а Маша, не при молодой красивой женщине, какая она сегодня, скажешь, была совсем еще вот, даже не пешком посол, но совсем. Нет, но Маше было одиннадцать лет. Маша уже была королева, потому что Маша уже спела, по-моему, какой-то хит. Помнишь, Машка пела тогда? Нет, не Маша, пела-то Даша. Дашка пела, да-да-да. Они все поющие у меня девочки, давай не о них. Почему не о них? Что у тебя что-то есть важнее, чем две дочери? Давай о твоем сыне поговорим. Ну хорошо, ладно, ты сегодня в гостях, а не я. Вот давай начнем с того, с чего обычно заканчивается. Говори мне, чем занимаются твои любимые, взрослые, молодые, красивые дочери? Чем занимается Машка, чем занимается Даша? Представляешь, значит, вот это вот, вот то, что она выросла среди артистов, значит... Ты не меня ведь имеешь в виду, я хорошее влияние оказывал. Не, и ты в хорошем... Дело в том, что у нас все, с кем я работал, они все у меня дома. Маша приехала сюда, честно закончила НВУ, работала, значит, в финансовой компании, там, аналитиком, все. И в какой-то момент у нее, видимо, взыграло вот это вот, видите, она стала заниматься, она организовала себе, значит, концертное агентство и, значит, и катает артистов теперь по всей Америке и так далее. Ну, то есть, хочешь сказать, что порчено? Да, да. Это, это бацилла, от нее избавиться невозможно. То есть, ты обвиняешь нас всех, в том числе и меня, что мы приложили руку к тому, что вот девочка оказалась порченной от рождения. Знаете, когда Менделеев сказал, значит, Дмитрий Иванович Менделеев пришел, значит, посмотреть, посмотреть князя Игоря и говорит, ничего не понимая в музыке, лучше бы Бородин занимался, занимался химией. Лев, ну, давай, теперь к тебе. О дочках самое главное сказали, теперь, теперь о тебе. Значит, есть такое слово, которое многие музыканты пугаются. Пугаются по той простой причине, что, по моему глубокому убеждению, есть такой комплекс неполноценности. Акомпаниатор. Что значит аккомпаниатор, товарищи? Я пианист. Ты никогда не бежал от слова аккомпаниатор. Более того, насколько я тебя помню. И всегда им гордился. В Москве, те далекие времена, 80-е годы, когда мы с тобой познакомились, все знали одно, как бы кто кому не относился. Есть два человека, круче которых нету аккомпаниаторов. Это Аганезов и Ашкенази. Есть ли аккомпаниаторы высочайшего класса? Есть. Ашкенази и Аганезов. Спасибо за такое комплименты. Ты знаешь, я всегда, несмотря на то, что мне объяснили, мне объяснил еще мой учитель, он говорит, послушай, если ты играешь в ансамбле, ты не должен выделяться, ты должен играть в ансамбле. Говорит, представь себе танец маленьких лебедей, где один лебедь хочет быть солистом. И он начинает делать не то, что другие. Говорит, если в ансамбле, так будь, просто исполняй свою роль правильно. Если ты солируешь, это другое дело. Когда я играю в ансамбле, с кем-то, моя задача сделать то, что нужно, и для всех концертмейстеров это должно быть правило, сделать так, чтобы твоему солисту было удобно. Что он делает, поет он или читает стихи. И был такой помощь, Вячеслав Сомов, он меня приглашал с собой, потому что я играл, он сам выбирал Шопена, вот это Рахманинова, там кусочек биткоина, сам был знаток музыки. Говорит, только играйте так, чтобы не обращать на себя внимания. Я играл, он говорит, все равно обращаю внимание, видимо, музыка такая. Лев, я скажу крамольную вещь, подставлюсь, ты меня поправишь. Мне кажется, что аккомпаниатором высочайшего уровня быть сложнее, чем просто хорошим пианистом, потому что ты не можешь работать от вольного. Я прекрасно понимаю, что ты по-разному работал с великой, легендарной Клавдией Иванович Шульженко, с Лисицианом, с Гурченко, с Андреем Мироновым, с Иосифом Давыдовичем Кобзоном, с Толкуновой. Это каждый раз была абсолютно новая принципиальная работа, то, что далеко не каждый пианист может потянуть. Ты прав. Нет, потянуть, ты понимаешь, в аккомпанементе для певца, который, например, эту песню, вот представьте, психологически, который эту песню поет под аккомпанементом, с оркестром, где есть барабан, гитара, есть разные звуки, ему трудно потом перестроиться под один рояль морально. Моя задача сделать так. Вот это у меня бас, это гитара, это аккомпанемент, здесь мелодия. То есть я сам себе выдумываю фактуру. Если я играю по нотам, там ничего уже выдумывать не надо, потому что нота, там, я не знаю, там, романс, там, Рахманинова, там, классика, другое дело. Эстрада требует правильного звукоизвлечения и правильно сыграть всю фактуру, чтобы певцу было не так, не тоскливо, там, без баса, без барабана. Эндебоксинг с певцом, важно, чтобы это воспринималось аудиторией так, как это хочется исполнителю. А исполнители все, с которыми ты работал, люди, мягко говоря, с особым характером, и угодить им совсем непросто. Я знаю, как часто тебя спрашивают, с кем из этих великих тебе было комфортнее всего на сцене. Я тебе задам другой вопрос. Скажи мне, пожалуйста, с кем из них, а их наберется не один десяток легендарных имен, я много кого не назвал, Я Марка Бернеса, на секундочку, не назвал, из многих. Скажи мне, пожалуйста, с кем было тяжелее всего? Ответь мне откровенно на этот вопрос. Тяжело, например, аккомпанировать балетным, потому что там надо перестроить все свое сознание. Я ездил в молодости, работал концертмейстером в балете Большого театра, играл все. Им тяжело, там нужно, там неважно, пропустил ты какую-то, надо формально исполнять алгоритм их танца. Я не могу формально относиться к этому, поэтому я могу сыграть балет, если, например, это кусок классической, там какой-то... С балетом, Левочка, а из солистов? Ты знаешь, что солисты все разные. И все одинаково с тяжелыми характерами. По-разному. Март Наумович был с очень тяжелым характером, Бернаст. Я заигрался, что-то играю там сзади. Он сзади незаметно подошел и пальцем мне по голове там. Играй мелодию. У него было такое устройство, его вот аппарат, когда он начинал петь, он не слышал, что творится вокруг. Он говорит, для того, чтобы, ты понимаешь меня, Андрюша так же, Миронов, да, он мог, вот без посторонних звуков, он мог спеть чисто самую сложную джазовую мелодию. Например, там, со всеми, там, по-английски какую-то песню, там, 32-го года, там, он пел чисто и с правильным, значит, алгоритмом. Когда он начинал петь под аккомпанемент, он закрывал себе уши, он не слышал, что творится вокруг. Мне недавно рассказали, я не знал этого, что у Миронова не было абсолютного слуха, и что для Миронова запись каждой песни, это была дикая каторжная работа. Невероятный труд. Ты знаешь, что за неделю до смерти, мы поехали, когда, до его смерти, мы поехали, когда на гастроли у нас был, значит, с театром, а параллельно работали концерты. Значит, Вильнюс, Рига. И в Вильнюсе, он пришел ко мне, он говорит, ну, а у меня с собой маленький инструмент был, он говорит, покажи мне, что такое интервал. И он говорит, я же это слышу. Я ему начал писать, ноту до, он знает, как пишется, вот ноту до, да. И дальше он начал заниматься со мной сальфеджио. И преуспел в этом, он просто открыл для себя. Вообще, я тебе хочу сказать, это поразительно, потому что у миллионов людей было абсолютное убеждение, что Миронов поет, что называется, от вольного, как боярский. То есть, раз и спел, никакого труда. А когда я узнал, что за этим стала каторга, для меня это было удивительно. Виденька, знаешь, какая штука? Почему это была для него каторга, для Андрюша? Андрюша не мог спеть формально, вот как, например, не хочу ничего плохого сказать, про замечательного артиста и певца Олега Анофриев. У Олега был совершенно патологический слух, как у дельфина. И он, но он не играл эту песню, он ее просто пил. Не проживал? Он, нет, я не знаю, проживал он ее или нет, но он просто пел мелодию. Андрюша не мог просто петь мелодию. Андрюше надо было в этой песне что-то сделать. А свобода вот эта, которую он приобретал, вот это и приносило ему каторжные муки. Послушай, раз у нас зашел разговор на эту тему, я еще не знал, какие показывать фрагменты в нашей передаче. Но учитывая, что есть уникальная запись, честно говоря, я не хотел ее давать, потому что она не очень хорошего качества. Но раз разговор зашел на эту тему, я думаю, что мы все потерпим. Запись уникальная, дорогие друзья, в том плане, что это самодеятельная запись. Но это запись, сделанная буквально за несколько дней. За два дня. За два дня до смерти у нас был концерт в городе Шауляй, Левак, как сейчас принято говорить раньше. И полный зал народу. И на следующий день после его смерти мы должны были туда вернуться и сделать второй концерт, в котором были проданы билеты. Смотрим и слушаем. Два дня до смерти Андрея Миронова. Два дня до смерти Андрея Миронова. Два дня до смерти Андрея Миронова. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Скажи мне, пожалуйста, Кобзон злился, ревновал, когда ты отвлекался на других исполнителей, ну, в частности, на таких, особенно, как Людмила Марковна Гурченко, учитывая целый ряд жизненных обстоятельств. Я с Людмилой Марковной много ездил в 60-е годы. Значит, Люся ведь, она, в 63-м, я познакомился с Ларисой, первый, с кем я познакомился, значит, с Ларисой Голубкиной. Мы с ней ездили, как все актеры, знаешь, в перерыве между спектаклями. В 63-м, в 64-м с Людмилой Марковной, значит, такие, товарищ кино была такая программа. Поет товарищ кино. Да, да. Перед кинофильмом там, это было, во-первых, очень выгодно для музыкантов, а потом с ней вообще никаких проблем не было. Например, с Ларисой проблема, почему? Лариса пела романсы. А, Анофриев пел свои песни и пел такие шляги, Анофриеву тоже ничего, ничего не стоило аккомпанировать. Но Люся требовала красивой гармонии, там, с ней репетировать. И когда я, значит, когда я пошел работать с Йосифом Давыдовичем, тогда он уже, он уже развелся с Гурченко. И мы, только 10 лет я с ней не встречался. Потом, когда в каком-то антракте я пару раз с ней съездил на Дальний Восток, помню, Ося об этом ничего не знал. Он бы очень, да, ревновал. Хотя он... То есть, когда ты убегал от Кобзона на сторону, он, в общем, выражал свое недовольство. Он хотел, чтобы ты был его личный, его и больше ничейный. Правильно? Ну, не совсем. Ося, он, у него на первом месте все равно я. Там, мое я. Йосиф человек очень организованный. Чему я у него научился, во-первых. Я у многих чему-то научился. У Осенья я научился вот этой самой... Я не дева. Он дева. Дева – это аккуратист. Он пишет, он пишет каллиграфическим почерком. Он точно соблюдает все. И как он записал песню, вот так требуется ее и играть. Потому что, он говорит, послушай, говорит. Песня – это, значит, не классика, так она станет классикой. Там какой-то Фрадкин, Фрэнкель. Значит, тогда, говорит, нужно играть ее так, как все. Я не мог вот, как все. Я переделывал. Я придумывал вступление. Я придумывал в середине какие-то... Проигрыш какой-то, да. И Ян Абрамович не возражал. Он говорит, Йосиф, вот так вот мы и запишем. Мои версии очень часто принимались просто. Чтобы из песни сделать какое-то полотно. Не просто вот первый, второй, третий куплет. У Йосифа была очень смешная память. Знаешь, описать медицинский это нельзя. Значит, Нане Брегвадзе его спрашивает. «Йосифу Малаю, третий куплет романса, вы мной играете». Я говорю, «Третий, говорит». И проговаривает про себя первые два. И тогда говорит третий. То есть вот такая фанель. Леша, знаешь, о чем хочу поговорить? О твоей долгой, странной карьере на телевидении. Ты ведь у нас, помимо того, что выдающийся пианист, великий аккомпаниатор, ты еще у нас и телевизионный волк. Сколько программ было телевизионных, в которых ты принимал участие? По-моему, пять или шесть, как минимум. Ну, давай считать. «Белый попугай» раз. Начиная с 61-го года, я почти во всех «Голубых огоньках» снимал. «Голубых огоньок» я даже не считаю. Давай так, это понятно, это как бы всеобщая тусовка. «Белый попугай», программа с Угольниковым была очень неплохая. Была моя программа «Суета вокруг рояля». «Суета вокруг рояля», потом была программа «Сошвыдким». Это четыре. Значит, еще была театральная встреча, где я из ВТО, из сгоревшего ВТО, который на улице Горького стоял, оттуда была передача, она, по-моему, раз, два раза в месяц шла. Театральные встречи. Я сидел с Пруткиным еще. Кому надо саккомпанировать, я там как бы был член правления ЦИДРИ. Левочка, ну, значит, правильно я сказал, 6-7 программ. Скажи мне, пожалуйста, на сегодняшний день какая-то телепрограмма у тебя осталась или телевидения сегодня в твоей жизни нет? Нет. У нас есть творческая заявка на российский канал. У нас, в смысле, у меня есть там такая инициативная группа. Мы собираемся с Нового года, вот, после Нового года, потому что у них сейчас сверстено все, после Нового года запустить новую программу. Запустить музыкальную программу. Сейчас... Лев, а ты нужен сегодняшнему российскому телевидению? Я ничего не говорю. Народный артист России, признанный, обласканный, уже все понятно. Но скажи мне, по той стилистике, которая сегодня царствует на российском телевидении, ты вообще нужен? Я тебе на правах старого друга задаю этот вопрос. Мне кажется, что ты давно не нужен. Мне кажется, что ты не пришей кобыле хвост на том, что мы видим в развлекательных и музыкальных программах. Ты ведь не будешь аккомпанировать Стасу Михайлову? Вот знаешь, какая штука? Или ты будешь... Вот скажи мне, ты будешь аккомпанировать Стасу Михайлову? Да никогда в жизни. Стас Михайлов поет под фонограмму, поэтому ему аккомпанировать не надо. Ну, если на телевидении скажут... Нет, не буду. Не буду я Стасу Михайлову аккомпанировать. Мне не нравится вот стилистика, вот алгоритм его, вот то, что называется псевдотворчество. А зачем ты тогда нужен на нынешней телевидении? Не только. Ты знаешь, что публика у нас, может быть, те, кто проецирует это на экран, может быть, им не хватает вкуса, или, может быть, у них есть свой интерес. Публика все равно осталась так та же. И публика качество чует. Чует... Публика не может остаться той же, при которой такие убожества, как Михайлов, становятся гастролерными. Остались еще интеллигентные люди, которые хотят посмотреть это... Сколько их? А неважно. Вспомни, как малая часть интеллигенции тянула всю нашу культуру. У меня были серьезные претензии к программе Угольникова. И я тебе неоднократно эту тему говорил. Откровенно. Я могу сказать, что я сегодня готов принести тебе свои извинения спустя много лет. Потому что если я включаю нынешнюю катастрофу вроде прожектора там Перес Хилтон или этого ужаса еще, где они сидят... Его, кстати, уже закрыли. Да, ну, вымучивают из себя, значит, вот это все, мальчики-колокольчики. Я вспоминаю Угольникова, юмористическую программу, как гения. Я уже не говорю про веселых ребят, Кнышева и Леньки Сергеева. Ой, какие они были хорошие. То есть это был высший пилотаж очень сложного жанра. Потому что сегодня вот эти вот потуги этих мальчиков-колокольчиков это катастрофа. Разве нет? Я тебе скажу свое. Вот, значит, сокровенное. Я бы не хотел участвовать в развлекательной программе. Мне бы хотелось сейчас участвовать в какой-то... Знаешь, надоело... Я могу рассмешить публику, но это не сама цель. Я хочу что-то такое внести. Например, я тебя уверяю, что кроме меня еще два-три человека. Вот один из них умер с кароходов недавно. Это Глеб, мой приятель. Никто не знает, как надо играть романсы. Как надо его... Что наш романс, вот этот, вот, это целый пласт, который надо вскапывать, поливать, чтобы были какие-то всходы. Это не материал для повседневного использования. Это материал для просвещения. Мне хотелось бы каким-нибудь... Пассивно участвовать я не хочу. Я хочу обратить твое внимание на то, что, в принципе, в слове развлекательная программа нет ничего плохого. Более того, я считаю, что развлекательная программа это значительно более тяжелый, кровавый жанр. Ты это знаешь лучше меня, чем любое другое. Ты помнишь эти проблемы с белым попугаем, ты помнишь эти проблемы с любыми другими развлекательными программами, потому что выдавать каждую неделю на гора то, что смешно, хорошего уровня, хорошего вкуса, это действительно каторжная работа. Но я, опять-таки, должен тебе сказать на твоем собственном примере, что и это было возможно. Сейчас, когда произносится фамилия Аганезов, то одна из первых ассоциаций, блистательный номер, который поставил Александр Анатолий Ширвинд вам с Володей Винокуром, потому что это была жемчужина эстрадной репризы и жанра. Таких номеров, такого уровня, раз-два я обчелся даже было в те годы. Да, это было. Это было... Слушай, я согласен работать. Знаешь что, давай посмотрим, раз уже заговорили, давай из этого номера посмотрим маленькие фрагменты, потом продолжим. Это единственный из спектакля номер, где Арканов не писал текст, а мы говорили его из головы. Смотрим. Держи ноты. Вы не видели мои ноты? Я вообще первый раз вас вижу. А, вот они. Значит так, я вас прошу внимательно отнестись. Пожалуйста, пожалуйста. Слушай, пожалуйста, я прошу вас посмотреть. Я смотрю. Я все вижу. Слушай, вижу. Я стою, ничего не вижу. Он сидит, все вижу. Публика ждет, вы здесь знаете, устроение. Пожалуйста, если нужно, я могу встать, мне все равно. Конечно, все равно с вашим ростом, что сидеть, что стоять. Значит так, здесь нотки сложные, но не очень. Вот здесь огромное жирное пятно, вы, значит, не играйте. Так, это зачеркиваем. Зачеркивать не надо. А вот здесь, видите, кусочка нет. Вот. Вы его приставляете сюда, потом будете играть. Я приставлю, он не будет держаться. Я отдельно ему дарю. Не надо отдельно, надо вот так. Все. Приклеили, нормально. Значит, я вас попрошу, смотрите, внимательно. Здесь, значит, вот это вот не играете, конечно, потому что... Зачем черкать чужие ноты? Ну, если не играете, то черкнем. Еще раз, спросите, нет. А дальше очень просто. Берете вот здесь вот двумя пальчиками, здесь двумя пальчиками. Перевернули, с этой стороны все не играйте. Тоже можете с этой стороны играть, с этой нет. Перевернули обратно, это не играете, это играете, это играете, это не играете. Вот сюда дошли. Не пошли сюда. Туда не надо идти, там тёмно-вишнёвый шаль, там женский роман. Давайте начнём. С нотками осторожнее, не испачкайте. Глинка. Попутная песня. Пронесли тоже полную папку нот, поёте одну песню всего. Зачем вот эта макулатура вся? Обязательно надо со мной привлекаться, когда я стою в образе. Так, начали. У меня ботинки жмут, вы понимаете, новые ботинки. Надел новые ботинки, не могу петь. Меня это не интересует. Ну хорошо, пошёл. Пошёл, соноси, пошёл. Так говорят, пошёл. Ну поехали, всё. Поехали. Так, ага. Лёв, ну ты очень смешной. Ты очень смешной, номер совершенно чудесный. Но я знаешь, о чём думаю? Я думаю о том, что это вообще-то, как это, Нерон говорил, какой актёр помирает? Какой актёр в Аганезове помер? Ведь это вот эта вот, как бы вот эта вот история игры под себя, то, что он пропал. У меня главная задача была не рассмеяться, потому что Шура сказал, Ширвин говорит, сиди, делай недовольное лицо, не вздумай слушать, что он говорит. А у Вовки есть манера смешить. Смешил, он вынимал из кармана какие-то странные вещи на гастролях, да. Зеркало вынес большое, долго причесывался. Андрюша был очень смешливый. Машка тут вспоминала, что она, оказывается, дебютировала в моей программе, которую я ставил в 16 лет. Вот, она аккомпанировала Дашке. Да. Которая была... Детский фестиваль в Евпатории. Да, фестиваль, который я делал. Я вспомнил другую историю, что ты не дебютировал, конечно, но ты выступал блистательным актёром в моей последней постановке в Советском Союзе. Ты помнишь «Птичий рынок», который мы написали с Трушкиным, и который я поставил, где Ахиджакова играла главную роль? Да. В те времена у тебя был квартет. Я как сейчас помню, это был квартет под управлением Ливона Аганезова. Я тебе более того скажу, сколько лет прошло. Я прекрасно помню и саксофониста Яшку Гафта, и контрабасиста Олега Виноградова. Игоря Виноградова. Игоря, да, я прошу прощения, Игоря Виноградова. Такой длинный, такой, нескладный, очень смешной. И я помню, как я тебя заставил там с твоим квартетом делать невообразимые вещи. Вы играли рабочих, которые шлялись через сцену несколько раз, взаимодействовали. В каких-то строительных касках. Да, а потом ты в строительных рукавицах с одним пальцем играл Чардаш Монти на этом сам. И зал вставал и просто ревел. И мне Хиджакова говорила, что она-то думала, что здесь все будет так вторым планом, а после вас, после вас, а Хиджаковой было тяжело работать, выходить на сцену. Лев, в какой-то степени жалко вот этих твоих актерских возможностей? Ведь вы же здорово работали. Я в свое время Гриша Горин, Григорий Зрач, написал в 85-м году, написал пьесу, которая, вот, в 84-м он написал, в 85-м, к 40-летию Победы, он написал пьесу «Прощай, конферансия». И Андрюша ее ставил в театре сатиры, Миронов, Андрей Миронов, значит, там роль концертмейстера, он говорит, выучишь 37 слов там. Я говорю, выучил. И выучил. Вот этот запах кулисы, когда я почувствовал, я понял, что я, вот, как у Буглаковского героя, я согласен остаться здесь на любых ролях. Вот в театре ничего мне не надо, я буду играть, кушать подано. Ну, Гайорин. Левочка, я ведь помню прекрасно, как мне приходилось тебе уговаривать, что ничего страшного нету в том, если вы будете принимать участие в этом шоу и как артисты, только потом выйдите на номер. И, да, а потом, а потом, я же помню, когда шли спектакли, как вы кайфовали от этого дела, и какую вы получали сумасшедшую радость. Это бацилла, которую невозможно вывести. Когда ты сказал слово на сцене, тебе хочется опять. Тогда был твой «Квартет», который играл в этом спектакле. «Квартет», я еще раз, за официальное название, «Квартет под управлением Левона Аганеза». Я думал, я тебе честно скажу, что это навсегда, а оказалось, что это ненадолго. Ты все это дело порушил, и опять ушел на вольные хлеба, на индивидуальные хлеба. Почему, Лев? Знаешь что, в одном и том же коллективе долго работать невозможно, и это вредно для музыканта. Одно и то же делать, я даже отказался здесь, в Нью-Йорке, мне предложили играть в оркестре, в мюзикле, на 42-й. Но там нужно каждый день делать одно и то же, и не шага в сторону. Я понял, что я сойду с ума на четвертый день. Но тебя с твоим «Квартетом» никто не заставлял делать одно и то же? Ты мог постоянно обновлять репертуар? Нет, ну ты вспомни, какое это было безвремение. Всех расхватали по разным коллективам. Продержаться коллективом, кто-то должен заниматься организацией. Я не умею, моя дочка умеет, я не умею заниматься организацией. Я могу творческим вопросом заниматься. Вот ты гениальный режиссер. Скажи, пожалуйста, где твои последние пьесы? Понимаешь, ты не организовал, ты гениальный режиссер. Причем он еще не умер в тебе. Он в тебе живет и процветает. Почему ты не ставишь пьесы? Вот по той же причине. Жизнь жестче. Знаешь, есть такой анекдот. Ты скучаешь по тому времени, когда у тебя был свой квартет? Когда у тебя был свой коллектив? Скажем так, неважно, квартет. У меня сейчас есть тот коллектив, с которым мы работали в программе «Жизнь прекрасна». Он процветает, значит, насколько хватает антрепризы. Можно я тебе задам? Ну, опять-таки, пользуюсь страшно сказать 30-летней нашей дружбой или даже уже больше. Вопрос бестактный. Чем ты занимаешься сейчас? Здесь сыграл, там саккомпанировал, там поднаписал музыку. Прости меня, ради бога, за этот вопрос. Я знаю, что существует выдающийся пианист. Выдающийся, великий, без преувеличения аккомпаниатор. Скажи мне, пожалуйста, что времена такие, что здесь выступил, там подписал, туда съездил на гастроли, здесь сделал аранжировочку, здесь поработал с молодым. Вот она такая сейчас твоя жизнь? Такая. Я не могу работать постоянно. Нету такого места, которое бы меня устроило. Я бы пошел музруком в свои, там, в свои уже много, как говорится, лет. Пошел бы музыкальным руководителем в театр в какой-нибудь. Меня не приглашают пока. Пошел бы. Но я не хочу спокойной жизни. Не хочу. Ты знаешь, чем я занимаюсь? Я здесь скажу, что я умею. Быстро скажу. Я умею из простой мелодии, без аккомпанемента, сделать полотно. Если туда не хватает одного куплета, я этот куплет присочиню. Присочиню в том же жанре, в котором написаны первые два. Это я знаю. Если там не хватает в мелодии вот чего-то, не хватает по вкусу, я могу изменить пару нот. Я могу дописать чужие полмелодии, что я и делал. Кстати, Ян Абрамович Фрэнкель, царство ему небесное, писал музыку к спектаклю. А в это время ему заказали музыку к фильму. Он написал 15 номеров, а еще 16 номеров. Он попросил меня дописать. Он говорит, ну приблизительно. Я дописал. Только, правда, он за это уже получил деньги. Я не подписывался своей фамилией. Он мне просто заплатил наличными. Я дописал. За Фрадкина. Я у Фрадкина работал рабом. Есть такое у композитора. Я писал ему клавиры и писал аранжировки для радио. И где не хватало двух-трех нот по тексту, я их дописывал. Он мне доверял. Я знаю еще, что ты можешь сделать. Ты можешь в состоянии абсолютного алкогольного опьянения взять карандаш и на стаканах и на бутылках сыграть любую мелодию, не ошибившись ни единой нотой. Вот поэтому, к тому, что ты говоришь, что не делаешь одно и другое. Я не могу делать одно и другое. Лев, независимость важнее, чем все остальное для тебя? Да. Единственный человек, от которого я хотел бы... Важнее даже, чем творчество. От которых я хотел бы зависеть, люди, это жена моя и мои дочки. Ну, теперь уже внучки. У меня три внучки. Вот от них я хотел бы зависеть и... Ну, они никогда не садятся мне на голову. Они меня очень... Не скажу, что уважают, но любят точно. Не, ну то, что они тебя любят, это я знаю. Знаю сам. Я единственное, не понимаю, как Софа столько лет может терпеть такой абсолютно идеального мужа, которым ты являешься. Кстати, Софа же постоянно здесь живет. А ты все время мотаешься. Не, она то в Москву, то сюда. Ей хорошо в дороге. А тебе? И мне хорошо в дороге. Я не могу долго сидеть на одном месте. Знаешь, когда спрашивали, говорят, в Магадан слетаете на один день? Я говорю, слетаю. Подожди, ты что, я думал, ты задаешь другой вопрос. Сколько? Нет? Ты не говоришь, не рассказываешь, мне скажешь, ты говоришь, слетаю. Ты, наверное, спрашиваешь, сколько сначала? У меня есть директор, который спрашивает и говорит, сколько надо. А меня спрашивает, мое согласие. Я говорю, согласен. Ну, извини, не хотел обидеть. Если этот вопрос решен изначально, сколько, тогда можешь отвечать слетаю. Лев, я хочу посмотреть еще один фрагмент с твоего недавнего юбилея, благодаря которому этому фрагменту видно, что ты все-таки с большинством людей не испортил отношения, как ни странно. Нет, друзей у меня, слава богу, еще. Смотрим. Лева, ты сегодня хозяин. Мы все-таки гости. Было бы хорошо отметить это обстоятельство какой-нибудь музыкой. Грузинской, кавказской, ты можешь? Да, но еще бы я вырос среди этой музыки. Вот такая песня, которую я знаю с юных лет. Когда я жил на Кавказе, Эмель один, девушка сама ничего себе, столько хитрая. Ай, Джан, Килимджан, ходи, моя лавка. Мы торгуем баклажан в разным сортом трапка. Один раз я ей сказал, я хочу жениться, а на меня отвечать с удовольствием. Ай, джон, глин, джон, ходи, моя лавка, мы торгуем баклажан, мразим, сёртом травковым. Один раз я получил срочный телеграмм, и уехал я из дома на четыре дня. Возвращаюсь я домой, захожу в квартиру, а вдруг я вижу на кроват чужие господа. Подхожу я, господин, вынимаю ножик, я хотел ему зарезть, а он не хотел. Ай, джон, глин, джон, ходи, моя лавка, мы торгуем баклажан, мразим, сёртом травковым. Спрашиваю я жена, как тебе действительно она мне отвечает, перепутала. Ай, джон, глин, джон, ходи, моя лавка, мы торгуем баклажан, мразим, сёртом травковым. Тогда я сел на диван, сел себе подумал, слушай, если ты так плохо видишь, одевай пенсии. Не так давно, пару лет назад, да, пару лет назад мы с нашим с тобой общим другом общались здесь, с Аркашей Аркановым, Аркадем Михайловичем, да. Ну, с ним на ты, как и с тобой, поэтому с Аркашей. И говорили о том, как изменились времена, как изменились отношения. Вот Аркан со многими переругался, а ты, по-моему, нет. Скажи мне, это ты конформист или ты такой хороший, или у тебя такой отходчивый, добрый характер? Ты понимаешь, Светенька, что когда мне нужно что-то сделать, например, чего я не умею, я беру и учусь. Например, мне нужно было написать аранжировку для своего оркестра группы B2. Я послушал, я этот жанр не очень знаю, я послушал, разложил его на части, списал, как пишется бас, как играют барабаны, как, все, все. И мы сыграли один в один Лева, который, царест, он говорит, это что, фонограмма? Я говорю, нет, это мы играем, он говорит, не может быть. Все, нужно все время учиться, все время. Ты хочешь сказать, что за счет этого ты с большинством людей сохранил взаимоотношения хорошие? Если я с кем-то творчески работаю, это не значит, что я с ним дружу или вникаю в его... Мы делаем общее дело. Кстати, вы довольно долго работали с Аркановым вместе, и на каком-то этапе... Я, кстати, я тебе признаюсь, я пытал Арканова по этому поводу, скажи, что у вас случилось, какая кошка пробежала с Левой. Он сказал, ничего не пробежало, все нормально, но я почувствовал какой-то холодок, все-таки, мне так показалось. Это соответствует действие? Нет, никакого холода... У нас прекрасные отношения, просто у нас была программа, с которой мы работали, мы выступали везде. Мне этого было недостаточно. Были какие-то вещи, от которых Аркадий отказывался. А прости меня, у меня нет никакого наследства, пенсия сам знаешь какая, поэтому мне нужно зарабатывать деньги. Я люблю делать детям подарки. Я не жадный, но я люблю делать детям подарки. А мне нужно зарабатывать деньги, поэтому Аркаша для этого, как партнер, он годится как вот такой респектабельный партнер, но с ним много не заработаешь. Он малоподвижный. А я живчик. Я знаю, что ты вот живчик сейчас, буквально через несколько дней у тебя выступление в Израиле. Потом, я не знаю, у тебя что... Причем у меня в Израиле будет джазовая программа. Вот так вот объявил наш, это самое, организатор наших концертов. Так что я там буду играть джаз. А потом в декабре ты приезжаешь сюда опять в Америку. В декабре я приеду с Ларисой показать ту программу, которую мы с ней, мы с ней готовили к 50-летию выхода, значит, гусарской баллады, 50-летию, и еще, еще 25 лет, как помер Андрюша. Вот так как мы как-то соединили... То есть ты сделал типа такой музыкальный творческий вечер с Голубкиной? С Голубкиной, да. У нас давнишняя эта программа, давно отрепетирована, но мы тогда добавили несколько ностальгических таких... Дом-дом-дом-дом-дом-дом-дом-дом-дом-дом-дом-дом-дом-дом. Будем в Торонто, потом в Чикаго, в Бостон. Тех, ты мотаешься все время? Я люблю мотаться, видя. Помнишь, пел Бернес? Старость меня дома не застанет, я в дороге, я в пути. Я тебе скажу, я вспоминаю, вот, знаешь, хочется почувствовать себя старпером на встрече в Домоуправлении. Знаешь, я вот вспоминаю 80-е годы, когда мы с тобой очень много летали вместе. Это было, вспомни, это было и Южно-Сахалинск, и Владивосток, и Листа, и Калининград. Можно перечислить чуть не все. Прекрасно помни это. И, в общем, все это было в кайф, в радость и в удовольствие. Никто не думал о том, сколько лететь до Хабаровска, а там еще пересаживаться на самолет, лететь до Владивостока. Я не могу сказать, что у меня не изменилось к этому отношение. Сейчас подумаю, что куда-то надо лететь 10 часов, и мне дурно становится, а тебе нет? Ну, 10. В Магадан, значит, когда прилетаешь в Магадан, там еще нужно на пароме, там еще вертолетом... А ты помнишь, с кем мы с тобой в Магадане встретились? Ты же не помнишь. Мы с тобой с Козином там встретились. Конечно. Вадим Алексеевич, значит, принимал нас с винокуром у себя дома, наливал нам чай и пел нам, сам играл. В следующую встречу, он уже немножко, ему было уже совсем, у него там немножко со склерозом, но он помнил, что я ему играл. Я ему сыграл, он говорит, только пониже, когда простым. Знаешь, второй куплет, он, оказывается, многие не знают, наши зрители. Первый куплет написала какая-то женщина, чуть ли не тримбовельская какая-то, да, написала первый куплет, когда простым и нежным взором. А второй куплет он сочинил сам. Козин. Козин. А, значит, из второго куплета, если проанализировать литературную часть, то можно понять, что обращается не к женщине, а к любимому мужчине. То есть, там явно намек на голубизну есть. Ну, я не думаю, что благодаря этому второму куплету ему сломали жизнь и отправили в Магадан. Я думаю, что дело было все-таки не у второго куплета. Он этот второй куплет исполнял каждый день в разных местах, с разными мужчинами. Левочка, ну это мы с тобой отвлеклись, скажи мне, так тебе нет, все нормально, по кайфу, приехал в аэропорт, сел, полетел, 10 часов, 15 часов, нормально, моя жизнь в искусстве. Да, да. Главное, конечно, главное, у меня есть необходимое условие, чтобы было где побриться, не важно, чтобы была горячая вода, я могу и холодная. Побриться, привести себя в порядок, и чтобы была сцена, чтобы был инструмент. Скажи, а Софа не пытается, так между нами девочками, а Софа не пытается тебе объяснить, что Лева, ну хватит уже, уже не мальчик, ну сбавь чуть-чуть обороты. Мне все говорят, да, перестань ездить. Ну, как перестать ездить? Как перестать ездить, когда, если у тебя концерт. Лариса ездит, она все-таки женщина, прости, Голубкина, ездит, как миленькая, собирает быстренько, быстрее всех на моем веку собиралась, собиралась Капитолина Лазаренко. У него, бля-бля-бля-бля, все-все-все, я готова. В шесть она просыпалась, где бы она, да, делала лицо, и все, готова. Знаете, старая школа, старая формация. Что ты, это так трогательно, когда, значит, дети всегда смотрели, как я собираюсь. Вот, мои дети умеют быстро собираться. Левочка, я должен с горечью констатировать, что наше с тобой время практически кончилось, с тобой всегда незаметно. Ай-яй-яй-яй. Ты знаешь нашу традицию. Я только разговорился. Ты знаешь нашу традицию, программа всегда заканчивается стихами. Давай читай что-нибудь. Я надеюсь, что относительно приличное, может быть, хотя бы, я понимаю, что это тебе сложно. Я вспомню Игоря Губермана. Так, сейчас. По дороге длинной узкой шел еврей с женою русской. А навстречу еще хуже шла еврейка с русским мужем. Замечательная хода к передаче. Лёв, я ужасно рад тебя видеть. Я ужасно рад, что Софа в добром здравии. Я ужасно рад, что Дашка и Машка такие молодые, красивые женщины. А мне нравится, что у тебя блестят глаза. Это не потому, что ты выпил, а потому, что ты живешь активно. Может быть, это потому, что я тебя вижу. Может быть, в этом все дело. Я хочу тебе пожелать радости творчества, традиционные наши пожелания. А еще я тебе хочу сказать, чтобы ты продолжал мотаться. Ты живой. Ты носишься, как будто тебе 24 года, а не столько, сколько тебе есть, а тебе чуть не намного больше. Чем 24, во всяком случае, по внешнему виду. Как раз три раза по 24 есть. Лёвочка, не слушай Софу, не слушай дочек. Я знаю точно, что у моего друга Лёвы Аганезова внутри мотор. И он в порядке до тех пор, пока он как Карлсон этот мотор не выключает. Продолжай мотаться, чтобы было только единственное место, где ты мог побриться. Продолжай шутить, валять дурака, получать удовольствие от жизни и выходить на публику. Пусть так будет еще много-много лет. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Дорогие друзья, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Спасибо, что вы сейчас были с нами. До встречи через неделю. И будьте, пожалуйста, благополучны. Прожектора там Перис Хилтон или этого ужаса еще, где они сидят... Его, кстати, уже закрыли. Да, ну, вымучивают из себя, значит, вот это все, мальчики колокольцы. Я вспоминаю Угольникова, юмористическую программу, как гения. Я уже не говорю про веселых ребят, Кнышева и Леньки Сергеева. Ой, какие они были хорошие. То есть это был высший пилотаж очень сложного жанра. Потому что сегодня вот эти вот потуги этих мальчиков-колокольчиков, это катастрофа. Разве нет? Я тебе скажу свое, знаешь, сокровенное. Я бы не хотел участвовать в развлекательной программе. Мне бы хотелось сейчас участвовать в какой... Знаешь, надоело... Я могу рассмешить публику, но это не сама цель. Я хочу что-то такое внести. Например, я тебя уверяю, что кроме меня еще два-три человека. Вот один из них умер с кароходов недавно, Глеб, мой приятель. Никто не знает, как надо играть романсы. Как надо его... Что наш романс, вот этот, вот, это целый пласт, который надо вскапывать, поливать, чтобы были какие-то всходы. Это не материал для повседневного использования. Это материал для просвещения. Мне хотелось бы каким-нибудь... Пассивно участвовать я не хочу. Я хочу обратить твое внимание на то, что, в принципе, в слове развлекательная программа нет ничего плохого. Более того, я считаю, что развлекательная программа – это значительно более тяжелый, кровавый жанр. Ты это знаешь лучше меня, чем любое другое. Ты помнишь эти проблемы с белым попугаем, ты помнишь эти проблемы с любыми другими развлекательными программами, потому что выдавать каждую неделю на гора то, что смешно, хорошего уровня, хорошего вкуса – это действительно каторжная работа. Но я, опять-таки, должен тебе сказать на твоем собственном примере, что и это было возможно. Сейчас, когда произносится фамилия Аганезов, то одна из первых ассоциаций – блистательный номер, который поставил Александр Анатолий Ширвинд вам с Володей Винокуром, потому что это была жемчужина эстрадной репризы и жанра. Таких номеров, такого уровня раз-два я обчелся даже было в те годы. Да, это было. Это было. Слушай, я согласен работать. Знаешь что, давай посмотрим, раз уж заговорили, давай из этого номера посмотрим маленькие фрагменты, потом продолжим. Это единственный из спектакля номер, где Арканов не писал текст, а мы говорили его из головы. Смотрим. Кушать подано. Левочка, я ведь помню прекрасно, как мне приходилось тебя уговаривать, что ничего страшного нету в том, если вы будете принимать участие в этом шоу и как артисты, только потом выйдите на номер. И поначалу, да, а потом, а потом, я же помню, когда шли спектакли, как вы кайфовали от этого дела, и какую вы получали сумасшедшую радость. Это бацилла, которую невозможно вывести. Когда ты сказал слово на сцене, тебе хочется опять. Тогда был твой квартет, который играл в этом спектакле. Квартет, я еще раз, за официальное название, квартет под управлением Левона Аганеза. Я думал, я тебе честно скажу, что это навсегда. А оказалось, что это ненадолго. Ты все это дело порушил, и опять ушел на вольные хлеба. На индивидуальные хлеба. Почему, Лев? Знаешь что, в одном и том же коллективе долго работать невозможно, и это вредно для музыканта. Одно и то же делать. Я даже отказался здесь, в Нью-Йорке. Мне предложили играть в оркестре, в мюзикле. На 42-й. Но там нужно каждый день делать одно и то же. И не шага в сторону. Я понял, что я сойду с ума на четвертый день. Но тебя с твоим квартетом никто не заставлял делать одно и то же? Ты мог постоянно обновлять репертуар? Нет. Ты вспомни, какое это было без времени. Всех расхватали по разным коллективам. Продержаться коллективом, кто-то должен заниматься организацией. А я не умею. Моя дочка умеет. Я не умею заниматься организацией. Я могу творческим вопросом заниматься. Вот ты гениальный режиссер. Скажи, пожалуйста, где твои последние пьесы? Понимаешь? Ты не организовал. Ты гениальный режиссер. Причем он еще не умер в тебе. Он в тебе живет и процветает. Почему ты не ставишь пьесы? Вот по той же причине. Жизнь жестче. Знаешь, есть такой анекдот. Ты скучаешь по тому времени, когда у тебя был свой квартет? Когда у тебя был свой коллектив? Скажем так, неважно, квартет. У меня сейчас есть тот коллектив, с которым мы работали в программе «Жизнь прекрасна». Он процветает, значит, насколько хватает антрепризы. Можно я тебе задам? Опять-таки, пользуюсь страшно сказать 30-летней нашей дружбой или даже уже больше. Вопрос бестактный. Чем ты занимаешься сейчас? Здесь сыграл, там саккомпанировал, там поднаписал музыку. Прости меня, ради бога, за этот вопрос. Я знаю, что существует выдающийся пианист, выдающийся, великий, без преувеличения, аккомпаниатор. Скажи мне, пожалуйста, что времена такие, что здесь выступил, там подписал, туда съездил. Нормально. Моя жизнь в искусстве. Да, да. Главное, конечно, главное, у меня есть необходимое условие, чтобы было где побриться, не важно, чтобы была горячая вода, я могу и холодная. Побриться, привести себя в порядок, и чтобы была сцена, чтобы был инструмент. Скажи, а Софа не пытается, так между нами девочками, а Софа не пытается тебе объяснить, что Лёва, ну хватит уже, уже не мальчик, ну сбавь чуть-чуть обороты. Говорят, да, перестань ездить, ну как перестать ездить, как перестать ездить, когда, если у тебя концерт, Лариса ездит, она все-таки женщина, прости, Голубкина, ездит, как миленькая, собирает быстренько, быстрее всех на моем веку собиралась Капитолина Лазаренко. У него, я готова. В шесть она просыпалась, где бы она делала лицо, и все, готова. Знаете, старая школа, старая формация. Что ты, это так трогательно, когда, значит, дети всегда смотрели, как я собираюсь, вот, мои дети умеют быстро собираться. Лёвочка, я должен с горечью констатировать, что наше с тобой время практически кончилось, с тобой всегда незаметно. Ай-яй-яй-яй. Ты знаешь нашу традицию. Я только разговорился. Ты знаешь нашу традицию, программа всегда заканчивается стихами. Давай читай что-нибудь. Я надеюсь, что относительно приличное, может быть, хотя бы, я понимаю, что это тебе сложно. Я вспомню Игоря Губермана. Так, сейчас. По дороге длинной узкой шел еврей с женою русской. А навстречу еще хуже шла еврейка с русским мужем. Замечательная хода к передаче. Лёвка, я ужасно рад тебя видеть. Я ужасно рад, что Софа в добром здравии. Я ужасно рад, что Дашка и Машка такие молодые, красивые женщины. А мне нравится, что у тебя блестят глаза. Это не потому, что ты выпил, а потому, что ты живешь активно. Я очень рад. Может быть, это потому, что я тебя вижу. Может быть, в этом все дело. Ладно. Я хочу тебе пожелать радости творчества, традиционные наши пожелания. А еще я тебе хочу сказать, чтобы ты продолжал мотаться. Ты живой. Ты носишься, как будто тебе 24 года, а не столько, сколько тебе есть, а тебе чуть не намного больше, чем 24. Во всяком случае, по внешнему виду. Лёвочка, не слушай Софу, не слушай дочек. Я знаю точно, что у моего друга Лёвы Аганезова внутри мотор. И он в порядке до тех пор, пока он, как Карлсон, этот мотор не выключает. Продолжай мотаться, чтобы было только единственное место, где ты мог побриться. Продолжай шутить. Знаю, вот один из них умер с кароходов недавно, Глеб, мой приятель. Никто не знает, как надо играть романсы. Как надо его... Что наш романс, вот этот, вот, это целый пласт, который надо вскапывать, поливать, чтобы были какие-то всходы. Это не материал для повседневного использования. Это материал для просвещения. Мне хотелось бы каким-нибудь... Я хочу... Пассивно участвовать я не хочу. Я хочу обратить твое внимание на то, что, в принципе, в слове развлекательная программа нет ничего плохого. Более того, я считаю, что развлекательная программа – это значительно более тяжелый, кровавый жанр. Ты это знаешь лучше меня, чем любое другое. Ты помнишь эти проблемы с белым попугаем? Ты помнишь эти проблемы с любыми другими развлекательными программами? Потому что выдавать каждую неделю на гора то, что смешно, хорошего уровня, хорошего вкуса – это действительно каторжная работа. Но я, опять-таки, должен тебе сказать на твоем собственном примере, что и это было возможно. Сейчас, когда произносится фамилия Аганезов, то одна из первых ассоциаций – блистательный номер, который поставил Александр Анатолий Ширвинд вам с Володей Винокуром. Потому что это была жемчужина эстрадной репризы и жанра. Таких номеров, такого уровня, раз-два я обчелся даже было в те годы. Да, это было. Это было. Слушай, я согласен работать. Знаешь что, давай посмотрим, раз уже заговорили, давай из этого номера посмотрим маленькие фрагменты, потом продолжим. Это единственный из спектакля номер, где Арканов не писал текст, а мы говорили его из головы. Смотрим. Где же ноты моя? Вы не видели мои ноты? Я вообще первый раз вас вижу. А, вот они. Значит так, я вас прошу внимательно отнестись. Пожалуйста, пожалуйста. Женщик, пожалуйста, я прошу вас посмотреть. Я смотрю. Я все вижу. Женщик, вижу. Я стою, ничего не вижу. Он сидит, все вижу. Публика ждет, вы здесь знаете устроение. Пожалуйста, если нужно, я могу встать, мне все равно. Конечно, все равно с вашим ростом, что сидеть, что стоять. Значит так, здесь нотки сложные, но не очень. Вот здесь огромное жирное пятно, вы, значит, не играйте. Так, это зачеркиваем. Зачеркивать не надо. А вот здесь, видите, кусочка нет. Вот. Вы его приставляете сюда, потом будете играть. Как я приставлю, он не будет держаться. Я отдельно его даю. Не надо отдельно, надо вот так. Все. Все. Приклеили, нормально. Значит, темно с вашим ростом, что сидеть, что стоять. Значит так, здесь нотки сложные, но не очень. Вот здесь огромное жирное пятно, вы, значит, не играйте. Так, это зачеркиваем. Зачеркивать не надо. А вот здесь, видите, кусочка нет. Вот. Вы его приставляете сюда, потом будете играть. Я приставлю, он не будет держаться. Я отдельно его даю. Не надо отдельно, надо вот так. Все. Приклеили, нормально. Значит, я вас попрошу, смотрите, внимательно. Здесь, значит, вот это вот не играете, конечно, потому что... Зачем черкать чужие ноты? Ну, если не играете, то черкнем. Еще раз, спросите, нет. А дальше очень просто. Берете вот здесь вот двумя пальчиками, здесь двумя пальчиками. Перевернули, с этой стороны все не играйте. Тоже можете с этой стороны играть, с этой нет. Перевернули обратно, это не играете, это играете, это играете, это не играете. Вот сюда дошли. И пошли сюда. Туда не надо идти, там тёмно-вишнёвый шаль, там женский роман. Давайте начнём. С нотками осторожнее, не испачкайте. Глинка. Попутная песня. Пронесли тоже полную папку нот, поёте одну песню всего. Зачем вот эта макулатура вся? Обязательно надо со мной привлекаться, когда я стою в образе. Так, начали. У меня ботинки жмут, вы понимаете, новые ботинки. Надел новые ботинки, не могу петь. Меня это не интересует. Ну хорошо, пошёл. Пошёл, солнце, пошёл. Так говорят, пошёл. Ну поехали, всё. Поехали. Так, ага. Лёв, ну ты очень смешной. Ты очень смешной, номер совершенно чудесный. Но я знаешь, о чём думаю? Я думаю о том, что это вообще-то, как это, Нерон говорил, какой актёр помирает? Какой актёр в Аганезове помер? Ведь это вот эта вот, как бы вот эта вот история игры под себя, то, что он пропал. У меня главная задача была не рассмеяться, потому что Шура сказал, Ширвин говорит, сиди, делай недовольное лицо, не вздумай слушать, что он говорит. А у Вовки есть манера смешить. Смешил, он вынимал из кармана какие-то странные вещи на гастролях, да. Зеркало вынес большое, долго причесывался. Андрюша был очень смешливый. Машка тут вспоминала, что она, оказывается, дебютировала в моей программе, которую я ставил в 16 лет. Вот, она компания... Конечно, всё равно с вашим ростом, что сидеть, что стоять. Значит так, здесь нотки сложные, но не очень. Вот здесь огромное жирное пятно, вы, значит, не играете. Так, это зачёркиваем. Зачёркивать не надо. А вот здесь, видите, кусочка нет, вот. Вы его приставляете сюда, потом будете играть. Я приставлю, он не будет держаться. Я отдельно его дарю. Не надо отдельно, надо вот так. Всё. Приклеили, нормально. Нормально. Значит, я вас попрошу, смотрите, внимательно. Здесь, значит, вот это вот не играете, конечно, потому что... Зачем черкать чужие ноги? Ну, если не играем, то черкнём. Ещё раз, дальше куда идти? А дальше очень просто. Берёте вот здесь вот двумя пальчиками, здесь двумя пальчиками. Привернули, с этой стороны всё, не играйте. Тоже можете с этой стороны играть, с этой нет. Привернули обратно, это не играете, это играете, это играете, это не играете. Вот сюда дошли. Не пошли сюда. Туда не надо идти, там тёмно-вишнёвый шаль, там женский роман. Давайте начнём. Давайте. С нотками осторожнее, не испачкайте. Глинка. Попутная песня. Пронесли тоже полную папку нот, поёте одну песню всего. Зачем вот эта макулатура вся? Попутная песня. Ага. Лёв, ну ты очень смешной. Ты очень смешной, номер совершенно чудесный. Но я знаешь, о чём думаю? Я думаю о том, что это вообще... Как это? Нерон говорил, какой актёр помирает? Какой актёр в Аганезове помер? Ведь это вот эта вот история игры под себя. У меня главная задача была не рассмеяться, потому что Шур рассказал, Ширвин говорит, сиди, делай недовольное лицо, не вздумай слушать, что он говорит. А у Вовки есть манера смешить. Смешил, он вынимал из кармана какие-то странные вещи на гастролях. Когда зеркало вынес большое, долго причесывался. Андрюша был очень смешливый. Машка тут вспоминала, что она, оказывается, дебютировала в моей программе, которую я ставил в 16. Ты очень смешной, номер совершенно чудесный. Но я знаешь, о чём думаю? Я думаю о том, что ты вообще... Как это? Нерон говорил, какой актёр помирает? Какой актёр в Аганезове помер? Ведь это вот эта вот история игры под себя. У меня главная задача была не рассмеяться, потому что Шур рассказал, Ширвин говорит, сиди, делай недовольное лицо, не вздумай слушать, что он говорит. А у Вовки есть манера смешить. Смешил, он вынимал из кармана какие-то странные вещи на гастролях, зеркало вынес большое, долго причесывался. Андрюша был очень смешливый. Машка тут вспоминала, что она, оказывается, дебютировала в моей программе, которую я ставил в 16 лет. Она аккомпанировала Дашки. Да. Это был детский фестиваль в Евпатории. Да, фестиваль, который я делал. Я вспомнил другую историю, что ты не дебютировал, конечно, но ты выступал блистательным актёром в моей последней постановке в Советском Союзе. Ты помнишь «Птичий рынок», который мы написали Струшкиным, который я поставил, где Ахиджакова играла главную роль? Да. В те времена у тебя был квартет. Я как сейчас помню, это был квартет под управлением Ливона Аганезова. Я тебе более того скажу, сколько лет прошло. Я прекрасно помню саксофониста Яшку Гафта. Да, Яшку. И контрабасиста Олега Виноградова. Игоря Виноградова. Такой длинный, такой, нескладный, очень смешной. И я помню, как я тебя заставил там с твоим квартетом делать невообразимые вещи. Вы играли рабочих, которые шлялись через сцену несколько раз, взаимодействовали. В каких-то строительных касках. Да, а потом ты в строительных рукавицах с одним пальцем играл Чардаш Монти на этом сам. И зал вставал и просто ревел. И мне Хиджакова говорила, что она-то думала, что здесь все будет так вторым планом. А после вас, после вас. А Хиджаковой было тяжело работать, выходить на сцену. Лев, в какой-то степени жалко вот этих твоих актерских возможностей. Ведь вы же здорово работали. Я в свое время Гриша Горин, Григорий Зрач, написал в 85-м году, написал пьесу, который в 84-м, написал в 85-м, к 40-летию Победы, он написал пьесу «Прощай, конферансье». И Андрюша ее ставил в театре сатиры, Миронов, Андрей Миронов. Она говорит, там роль концертмейстера, он говорит, выучишь 37 слов там. Я говорю, выучу. И выучил вот этот запах кулисы, когда я почувствовал, я понял, что я, как у Буглаковского героя, я согласен остаться здесь на любых ролях. Вот в театре ничего мне не... Первый, с кем я подозревал, значит, с Ларисой Голубкиной, мы с ней ездили, как все актеры, знаешь, в перерыве между спектаклями. В 63-м, в 64-м с Людмилой Марковной, значит, такие, «Товарищ кино» была такая программа. Поет «Товарищ кино». Да, да. Перед кинофильмом там, это было, во-первых, очень выгодно для музыкантов, а потом с ней вообще никаких проблем не было. Во-первых, с Ларисой проблема, почему? Лариса пела «Романсы». А Анофрис пел свои песни, и пел такие шляги, Анофре, его тоже ничего, ничего не стоило аккомпанировать. Но Люся требовала красивой гармонии, там, с ней репетировать. И когда я, значит, когда я пошел работать с Йосифом Давыдовичем, тогда он уже развелся с Гурченко, и мы, только 10 лет я с ней не встречался, потом, когда, значит, в каком-то антракте я пару раз с ней съездил на Дальний Восток, помню, Ося об этом ничего не знал. Он бы очень, да, ревновал. Ревновал? Хотя он, да. То есть, когда ты убегал от Кобзона на сторону, он, в общем, выражал свое недовольство. Он хотел, чтобы ты был его личный, его и больше ничейный. Правильно? Ну, не совсем. Ося, у него на первом месте все равно я. Там, мое я. Йосиф человек очень организованный. Чему я у него научился, во-первых, я у многих чему-то научился. У Осенья я научился вот этой самой. Я не дева, он дева. Дева – это аккуратист. Он пишет, он пишет каллиграфическим почерком. Он, говорит, точно соблюдает все. И как он записал песню, вот так требуется ее и играть. Потому что, он говорит, послушай, говорит, песня – это, значит, не классика, так она станет классикой. Там какой-нибудь Фрадкин, Фрэнкель. Значит, тогда, говорит, нужно играть ее так, как все. Я не мог, вот как все, я переделывал, я придумывал вступления, я придумывал в середине какие-то отыгрыши. Проигрыш какой-то, да. И Ян Абрамович не возражал. Он говорит, Йосиф, вот так вот мы и запишем. Мои версии очень часто принимались просто. Чтобы из песни сделать какое-то полотно, не просто вот первый, второй, третий куплет. Вот у Йосифа была очень смешная память. Знаешь, описать медицинский – это нельзя. Значит, Нане, Нане Берегвадзе его спрашивает, говорит, Йосифу Малаю, третий куплет, Роман. И мне дурно становится, а тебе нет? Ну, десять. В Магадан, значит, когда прилетаешь в Магадан, там еще нужно на пароме, там еще… Да я помню. Вертолетом… А ты помнишь, с кем мы с вами в Магадане встретились? Ты же не помнишь. Мы с тобой с Козином там встретились. Конечно. Вадим Алексеевич, значит, принимал нас с винокуром у себя дома, наливал нам чай и пел нам, сам играл. В следующую встречу, он уже немножко, ему было уже совсем, у него там немножко со склерозом, но он помнил, что я ему играл. Я ему сыграл, он говорит, только пониже. Когда простым… Знаешь, второй куплет, он, оказывается, многие не знают, наши зрители. Первый куплет написала какая-то женщина, чуть ли не тримбовельская какая-то, да, написала первый куплет, когда простым и нежным взором. А второй куплет, он сочинил сам. Козин. Козин. А, значит, из второго куплета, если проанализировать литературную часть, то можно понять, что обращается не к женщине, а к любимому мужчине. То есть, там явно намек на голубизну есть. Ну, я не думаю, что благодаря этому второму куплету ему сломали жизнь и отправили в Магадан. Я думаю, что дело было все-таки не в втором куплете. Он этот второй куплет исполнял каждый день в разных местах, с разными усилиями. Левочка, ну, это мы с тобой отвлеклись. Скажи мне, так тебе нет, все нормально, по кайфу, приехал в аэропорт, сел, полетел, 10 часов, 15 часов. Нормально. Моя жизнь в искусстве. Да, да. Главное, конечно, главное, у меня есть необходимое условие, чтобы было где побриться, не важно, чтобы была горячая вода, я могу и холодная. Побриться, провести себя в порядок, чтобы была сцена, чтобы был инструмент. Скажи, а Софа не пытается, так между нами девочками, а Софа не пытается тебе объяснить, что Лева, ну, хватит уже, уже не мальчик, ну, сбавь чуть-чуть обороты. Не все говорят, да, перестань ездить. Ну, как перестать ездить? Как перестать ездить, когда, если у тебя концерт, Лариса ездит, она все-таки женщина, прости, Голубкина, ездит, как миленькая, собирает быстренько, быстрее всех на моем веку собиралась Капитолина Лазаренко. У него, я готова. В шесть она просыпалась, где бы она, да, делала лицо, и все, готово. Знаете, старая школа, старая форматка. Что ты, это так трогательно, когда, значит, дети всегда смотрели, как я собираюсь. Вот, мои дети умеют быстро собираться. Левочка, я должен с горечью констатировать, что наше с тобой время практически кончилось. С тобой всегда незаметно. Ай-яй-яй-яй. Ужас. Лев, дольше всех ты проработал с Кобзоном, нет? Да, да. Скажи, у Кобзона Люси Давыдовича тоже характер, мягко говоря, не самый простой. Скажи мне, пожалуйста, Кобзон злился, ревновал, когда ты отвлекался на других исполнителей, ну, в частности, на таких, как, особенно, как Людмила Марковна Гурченко, учитывая целый ряд жизненных обстоятельств. Я с Людмилой Марковной много ездил в 60-е годы, значит, Люси ведь, она в 63-м, я познакомился с Ларисой Голубкиной, мы с ней ездили, как все актеры, знаешь, в перерыве между спектаклями. В 63-м, в 64-м с Людмилой Марковной, значит, такие, «Товарищ кино» была такая программа. Поет «Товарищ кино». Да, да. Перед кинофильмом там, это было, во-первых, очень выгодно для музыкантов, а потом с ней вообще никаких проблем не было. Например, с Ларисой проблема, почему? Лариса пела романсы. Анофрис пел свои песни и пел такие шляги, а Анофри его тоже ничего... Ничего не стоило аккомпанировать. Но Люся требовала красивой гармонии, там, с ней репетировать. И когда я, значит, когда я пошел работать с Йосифом Давыдовичем, тогда он уже развелся с Гурченко, и мы... Только 10 лет я с ней не встречался. Потом, когда, значит, в каком-то антракте я пару раз с ней съездил на Дальний Восток, помню, Ося об этом ничего не знал. Он бы очень, да, ревновал. Ревновал? То есть, когда ты убегал от Кобзона на сторону, он, в общем, выражал свое недовольство. Он хотел, чтобы ты был его личный, его и больше ничейный. Правильно? Ну, не совсем. Ося, у него на первом месте все равно я. Мое я. Йосиф человек очень организованный. Чему я у него научился, во-первых, я у многих чему-то научился. У Осенья я научился вот этой самой... Я не дева, он дева. Дева – это аккуратист. Он пишет, он пишет каллиграфическим почерком, он точно соблюдает все. И как он записал песню, вот так требуется ее и играть. Потому что, он говорит, послушай, говорит, песня – это, значит, не классика, так она станет классикой. Там какой-то Фрадкин, Фрэнкель. Значит, тогда, говорит, нужно играть ее так, как... Это не материал для повседневного использования. Это материал для просвещения. Мне хотелось бы каким-нибудь пассивным участвовать. Я хочу обратить твое внимание на то, что, в принципе, в слове развлекательная программа нет ничего плохого. Более того, я считаю, что развлекательная программа – это значительно более тяжелый, кровавый жанр. Ты это знаешь лучше меня, чем любое другое. Ты помнишь эти проблемы с белым попугаем? Ты помнишь эти проблемы с любыми другими развлекательными программами? Потому что выдавать каждую неделю на гора то, что смешно, хорошего уровня, хорошего вкуса – это действительно каторжная работа. Но я, опять-таки, должен тебе сказать на твоем собственном примере, что и это было возможно. Сейчас, когда произносится фамилия Аганезов, то одна из первых ассоциаций – блистательный номер, который поставил Александр Анатолий Ширвинд вам с Володей Винокуром. Потому что это была жемчужина эстрадной репризы и жанра. Таких номеров, такого уровня раз-два я обчелся даже было в те годы. Да, это было. Это было. Слушай, я согласен работать. Знаешь что, давай посмотрим, раз уж заговорили, давай из этого номера посмотрим маленькие фрагменты, потом продолжим. Это единственный из спектакля номер, где Арканов не писал текст, а мы говорили его из головы. Смотрим. Где же ноты моя? Вы не видели мои ноты? Я вообще первый раз вас вижу. А, вот они. Значит так, я вас прошу внимательно отнестись. Пожалуйста, пожалуйста. Что значит, пожалуйста, я прошу вас посмотреть. Я смотрю, я все вижу. Что значит, вижу, я стою, ничего не вижу, он сидит, все вижу. Публика ждет, вы здесь знаете, устроение. Пожалуйста, если нужно, я могу встать, мне все равно. Конечно, все равно с вашим ростом, что сидеть, что стоять. Значит так, здесь нотки сложные, но не очень. Вот здесь огромное жирное пятно, вы, значит, не играете. Так, просто зачеркиваем. Зачеркивать не надо. А вот здесь, видите, кусочка нет, вот. Вы его приставляете сюда, потом будете играть. Я приставлю, он не будет держаться. Я отдельно его дарю. Не надо отдельно, надо вот так. Все. Приклеили, нормально. Значит, я вас попрошу, смотрите, внимательно. Здесь, значит, вот это вот, не играете, конечно, потому что, зачем черкать чужие ноги? Ну, если не играем, то черкнем. Еще раз, прошу, нет. А дальше очень просто. Берете вот здесь вот двумя пальчиками, здесь двумя пальчиками. Привернули, с этой стороны все, не играйте. Тоже можете с этой стороны играть, с этой нет. Привернули обратно, это не играете, это играете, это играете. Привернули.